Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Какая профилактическая работа против употребления и распространения наркотиков проводится сегодня? Уменьшается ли число наркозависимых и что выявляют антинаркотические рейды? Об этом говорим сегодня и в нашей студии помощник начальника УФСКН России по Самарской области Александр Мачугин. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Александр Николаевич! Здравствуйте! Скажите, как выстраивается антинаркотическая работа? По каким основным направлениям? Добрый день, уважаемые телезрители телеканала АГИС. Есть такая государственная стратегия антинаркотической политики Российской Федерации, где непосредственно основная цель этой стратегии, она до 2020 года принята, это борьба с незаконным оборотом наркотиков, то есть пресечение извне наркотиков, пресечение контрабандных каналов поставки, борьба с незаконным оборотом наркотиков внутри страны. И также уделяется большое внимание повышению качества, эффективности работы профилактической, лечебной и реабилитационной работы. Значит, на органы Федеральной службы наркотроля возложены наряду также так оперативно-исследственные задачи, также большая задача возложена координация работы органов исполнительной власти, общественных организаций, религиозных конфессий, именно направленную на профилактику антинаркотической работы. Также в этом году непосредственно на органы наркотроля также возложили задачи по координации работы по реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. Но основная, конечно, работа в сфере профилактики наркомании, непосредственно у нас есть областная антинаркотическая комиссия, есть аппарат комиссии, с которым мы тесно взаимодействуем. Туда входят все органы исполнительной власти, да также силовики. Мы входим в Федеральное службы наркотроля, ФСБ, ГОМВД, ВСИН. В общем, и силовики, и органы исполнительной власти, все мы входим там. И все вопросы непосредственно связаны и с борьбой с незаконным оборудом наркотиков. Там же мы всегда обсуждаем эту тему, раз в квартал она проходит, эта комиссия возглавляет ее губернатор Самарской области, если областная комиссия. А здесь в городе, на городском канале, да, то возглавляет непосредственно Фурсов Олег Борисович, мэр, эту комиссию. И всегда там заместители, председатель комиссии, наш руководитель органов Федеральной службы наркотроля. И так, в общем-то, во всех субъектах Российской Федерации. И, значит, помимо этой работы, которая в составе комиссии, у нас также принимается всегда программа государственная. Сейчас, вот, например, действует государственная программа на территории Самарской области, которая была принята в 2013 году еще. Она, значит, 14-20-е годы. С общим объемом финансирования более 275 миллионов рублей до 2020 года будет заложено. Также эта государственная программа областная, антинаркотическая, именно она так и звучит, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, лечению, реабилитации, профилактике наркомании. Вот в результате всех этих мер число употребляющих нарковещества и наркотики уменьшается или увеличивается? Ну вот вы знаете, да, к сожалению, можно отметить, что вот, в общем-то, Самарская область как бы предкризисная, будем так говорить, по проведенному государственному мониторингу, Самарская область принята вот именно наркотизация здесь как бы считается предкризисная. А что это значит? Предкризисная, ну то есть есть кризисная, то есть вообще там уже страшно. А данные Самарского областного наркодиспансера свидетельствуют о сохранении сейчас тенденции снижения все-таки уровня наркотизации населения среди лиц, кому вот установлен диагноз наркомании. Вот по итогам шести месяцев 2015 года на учете с данным диагнозом состоит 13 115 человек, а аналогический период прошлого года на это было 17 973. Видите, насколько? Почти на 5000 меньше стало, в том числе 15 подростков. На профилактическом наблюдении в первой половине 15-го года 7580 человек, а в прошлом году 11 622 человека, в том числе 88 подростков и 10 детей. Ну это официально на учете, да? Это официально на учете, да. Принято говорить, что еще есть скрытое. Видите, насколько уже снижение идет, даже по сравнению с прошлым годом. А если взять данные, скажем, пятилетней давности, то это еще будет больше. То есть действительно, когда-то работа была, это просто пущено на самотек, после когда, в общем-то, прекратил свою деятельность СССР, распались, и вот эти границы были открыты, и железная зановость была снята с границ, и пошел потоком этот наркотик. Потому что он и вот тогда шел опи, героин с Афганистана. Вот напрямую транзитом они через Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, и в Россию попадали, и также транзитом через Россию уходили в европейскую часть. Вот вы сказали, что подростки есть даже. Вот где те места риска и группы риска для несовершеннолетних, где они могут приобщиться к нарковеществам? Вот на что нужно обращать внимание? У нас вот тоже, я говорю, у нас очень много всеразличных подписанных соглашений. Вот, например, управление с декабря прошлого года, в соответствии с федеральным законом 120-м, там от 99-го года, была внесена в декабре прошлого года корректировка и подправка. И, значит, там же тоже принят... Федеральная служба наркотроля тоже была обозначена как субъект профилактики по несовершеннолетним. И мы входим в комиссию по делам, я вот вхожу членом, являюсь комиссией областной по делам несовершеннолетних и защите их прав, где тоже мы непосредственно все эти темы обсуждаем. Эту тему нельзя обойти стороной. Конечно, у нас есть и различные соглашения, планы. Вот мы с 32-мя субъектами профилактики подписали соглашение. Вот, есть планы, есть циклограммы ежегодные, подписанные с Министерством образования, с ГОМВД, с Министерством социально-демографического развития. Ну и так далее. Я имею в виду, знаете, что... Вот где подросток может сегодня первый раз употребить нарковещество? Через какие каналы? В каких местах? Вот эти группы имистаристы. Вы знаете, он может везде употребить. На улице, например. Вот чего бояться? Чем самое главное бояться? Надо самое главное, вот когда в свое время у нас были спортивные секции всеразличные, да, мы не успевали даже на улице бегать, потому что с одной спортивной секции на другую мы ходили, и музыкой еще занимались, и не было свободного времени. Сейчас надо самое главное ребенка озадачить как-то. Сейчас, понимаете, многие родители думают, вот где-то, ну, педагоги там пускай занимаются этой работой. А нет, в первую очередь в семье надо непосредственно ему рассказывать, что такое страшно, понимаете. Раньше мы тоже, например, показывали страшилки, что потом делается, если, например, человек употребляет наркотики, какая беда происходит, что там даже вплоть до того, что куска мяса отвалилась. Но это тоже, оказывается, не находило, знаете, не достигало цели профилактической. Сейчас непосредственно мы всегда вот проводим профилактические мероприятия, мы приглашаем известных наших спортсменов, вот, чемпионов мира, Олимпийских игр, вот, показываем детям. У нас есть общественный совет, с которым мы тесно работаем. Общественный совет с 2011 года возглавляет Светкова Ирина Владимировна, председатель Совета журналистов Самарской области. Задача общественного совета непосредственно изучает всю законодательную базу, все, что связано с профилактикой, лечением. Мы сейчас проводим проверку этих реабилитационных центров, где тоже общественный совет выезжает, смотрим, действительно ли там специалисты находятся. Или, может быть, есть же, знаете, и эти общественные организации как будто занимаются профилактикой наркомании. На самом деле, когда копнешь поглубже, там действительно где-то экстремистская направленность даже бывает, имеет такое место. Поэтому мы подходим очень осторожно. А вот такая работа со школами ведется? Ведь в учебных заведениях, вот в школах, в институтах, каких-то колледжах тоже могут там студенты, ученики друг с другом как-то поделиться вот таким. Ну, конечно, могут. А там вот такая профилактическая работа. Ну, профилактическая работа, она вот и сейчас проводится. Во всех школах идут вот эти профилактические мероприятия. Да, созданы специально группы, куда вошли психологи, наркологи, наши представители ФСКН. И они тоже, согласно вот этой циклограмме ежегодной, они тоже посещают школы, потом у нас есть такие интернет-уроки, профилактические мероприятия. Мы непосредственно в режиме онлайн со многими школами, почти все школы, охватываем и проводим в режиме видеоконференции, где все задавайте нам вопросы, все специалисты и по лечению, и по реабилитации, и по борьбе с незаконным ворот наркотиков. Вот все в этой составе комиссии и проходим, проводим, и вот задают вопросы, также разъясняют. Вот вы сказали интернет. Раздаются различные буклеты, вот, если даже вот для тех, понимаете, вот сегодня многие люди знают, что такое наркотики, но немногие знают, какая грозит уголовная административная ответственность за употребление и незаконный оборот наркотиков. Кажется, что это личное дело каждого, хочу употреблять. И вот непосредственно, вы знаете, мы даже вот такие вот буклеты раздавали, потому что имел место случай, мы несколько раз задерживали граждан Украины, они хоть приезжают сюда, берут статус беженца, привозили синтетические наркотики. И мы непосредственно такие буклеты в местах компактного их размещения раздавали, что именно вот изучайте наш уголовный кодекс и знайте, что за какую статью, сколько вам грозит лет, поэтому, чтобы незнание законов не освобождать. Вот вы сказали, интернет-уроки проводятся с целью профилактической работы, но ведь интернет используют также для распространения. Да, к сожалению, используют. Вот как можно пресечь вот эту деятельность в интернете? Сейчас очень хитро, да, видите, наркозбытчики, наркодилеры, они все тоже ухищряются, и, знаете, все новые и новые пути находят, нам тоже тяжело. А тем более с учетом вот этого интернета, да, постоянно у нас проводят мониторинг этого интернета. И непосредственно мы совместно с Роспотребсоюзом находим, закрываем эти сайты, вот, также боремся непосредственно. И как вот с интернетом закрываем, да, так же и с этими стеновыми всякими рекламами, которые пишут там про Дам Спайс там и так далее. И особенно, хороший пример, в Отрадном там волонтерское движение, где непосредственно они прям активно работают. И в городском округе Самара тоже активно работают волонтеры. Вот кого нужно привлекать, саму молодежь, чтобы они... Саму молодежь, они в первую очередь, они идут в первых рядах, сами же они вот это все уничтожают. И там вот по этим сайтам, да, понимаете, сейчас контактного такого метода уже нет передачи, где мы ловились по личным, понимаете. Сейчас все через закладки. Закладки положили, там другой пришел. Сообщили, где, что. Все, и там ухищренно сообщают, понимаете, везде там есть. Все завуалировано. Ну, приходится, есть у нас специалисты, которые все это выходят, доходим. И мы много, все время, ежегодно закрываем по многу-помногу таких. Хочу обратиться к телезрителям, очень серьезная, сложная тема. Если вас что-то волнует, если вы с этим сталкиваетесь и не знаете, кому задать вопрос, сегодня у вас есть такая возможность, звоните. Ваша информация останется конфиденциальной, но вы можете свою проблему обозначить и получите ответ. Вот Галина к нам обращается и спрашивает, где можно бесплатно вылечить взрослого человека от наркомании. Добрый день, Галина. Дело в том, что, знаете, вот раньше всегда бесплатно, бесплатно это в областном наркодиспансере. У нас вообще три наркодиспансера находятся на территории Самарской области. Это вот на Песчаной Глинке Самарский областной наркодиспансер, в Тольяттинский наркодиспансер и в Сызрани. Три диспансера. Вот, самое главное, когда бесплатно человек проходит лечение, это здесь обязательное условие, постановка на учет требуется. Если анонимно проходить лечение, то это будет, к сожалению, платное. А платное, это, знаете, вот есть областной центр реабилитации, у нас, где ЦСКБ «Прогресс» рядом с заводом, бывшее здание нашего завода, который самолеты выпускал, санаторий, профилакторий. В Юном городке, да? Это теперь, да, в Юном городке, это областной диспансер. Но дело в том, что там, знаете, как, вот, например, проходит лечение, там стоит лечение, а, не лечение, там лечение же вопрос, там чисто реабилитация, все. Лечение бесплатно только в областном наркодиспансере и бесплатно, если, например, он встанет на учет. А если не встанет на учет, то это будет платно, дорого. Да, а вот вообще вот такая ситуация, что вот человек, которого хотят домашние, вот, семья вылечить, ни в какую не идет, его все устраивает, для него не существует... Вот что делать? Это беда, это, к сожалению, все равно надо именно его уговаривать, доказывать, внушать. В конце концов, вот именно мотивировка, это в первую очередь, понимаете, чтобы, например, потому что насильно мы не можем туда, и насильно никто не возьмет на лечение, на реабилитацию. Да, вот он считает, что он здоров и не пойдет на лечение. Ну, насильно нельзя, к сожалению, это нарушение законодательства, нарушение прав человека, только убеждать, уговаривать, и только когда он сам уже созреет, что, да, пора идти лечиться, реабилитацию проходить, только так можно попасть. А так насильно сейчас принудиловки нет, принудительных методов таких никаких. Светлана, куда обращаться, когда немедленно нужна помощь, заметила у ребенка признаки, наверное, употребления. Вы знаете, у нас есть и наш сайт управления, и есть вот непосредственно, мы вот такие вот распространяем буклеты, где акцию проводим «Сообщи, где торгуют смертью», и непосредственно там есть, вот знаете, вот даже вот здесь такая акция «Сообщи, где торгуют смертью» проходит у нас, и два раза в году мы проводим, где непосредственно свой телефон доверия мы распространяем 335-66-88, он работает в круглосуточном режиме, но это непосредственно по теме такой, где кто-то человек владеет информацией о сбытчиках, наркотиках и так далее. Есть вот экстренная психологическая служба 958-66-66, экстренная психологическая служба, тоже круглосуточно работает, и областной наркодиспансер 266-05-45. Вот эти телефоны, да, они все есть на наших сайтах, и на сайте есть областной антинаркотической комиссии, вот, и наш сайт управления. Вот вы упомянули психологическую помощь, мне кажется, это самое важное, потому что ситуация нестандартная, она может выбить просто из колеи человека, как семью и самого употребляющего. Да, там непосредственно специалисты-психологи, они хорошие консультации дают. А вот, ну вот если не совет психолога, а ваш лично, вот как вы думаете, как нужно вести себя с тем, кто только начал, вот кого вы только заметили в употреблении, вот ребенка своего, подростка там. Ну, самое главное, конечно, ему рассказать об этом вреде. Дело в том, что вот сейчас вот этот новый вид синтетики, который пошел, синтетических наркотиков, настолько страшный наркотик, потому что даже от первого раза его употребления, там просто действительно погибают клетки головного мозга, и человек даже, который выходит из состояния наркотического, он даже не узнает своих близких там и так далее, и он уже сразу привыкает к этому наркотику. Поэтому заранее надо говорить ребенку, не стесняясь, даже начинать прям чуть ли не с первого класса, говорить, что есть такая беда, как наркотик, не вздумай нигде там, если на улице кто-то предложит, не вздумай попробовать, покурить тем более там, или особенно в вену там где-то укол сделать. Вот, ну, только убеждать, и самое главное убеждать, это, знаете, только в семье. А если, например, когда забывает, ну, растет он, растет, типа на школу там, школа воспитает. Нет, пока вот папа, мама, они сами не будут убеждать ребенка, и вот что такое хорошо, что такое плохо, не будет рассказывать ему, то толку не будет. Конечно, улица его воспитает, и тогда он по наклону пойдет. Да, вот управление занимается уже не только профилактикой, но и ресоциализации, и ремиссии. Скажите, вот сколько длится по времени ремиссия? Чтобы представляли люди, да? Ну, вы знаете, что такое ремиссия, чтобы объяснить. Если вот, например, лечение, проходит наркозависимым, мы называем наркопотребитель, проходит он лечение, лечение длится где-то два месяца. Потом приходит курс реабилитации. Везде он по-разному. Вот, например, в областном наркодиспансере он длится 60 дней реабилитации, курс. Вот, там он стоит, я знаю, например, тысячу рублей ему дают направление Минздрав, в день оплачивает тысячу рублей, а 1200 рублей он должен заплатить как бы из собственного кармана. И получается того, 72 тысячи он должен, так 60 тысяч дает государство. За эти 60 месяцев прохождения реабилитации. 60 дней. Да, в областном наркодиспансере. Ну, опять-таки, ну, есть тоже и бесплатно, но если человек встанет на учет, он может и в государственном пройти, а может пройти и не в государственном центре. Вот, ну да, поэтому... Вот с негосударственными центрами как-то вот страшновато. Нет, нет, ничего страшного нет. Дело в том, что мы сейчас создали и комиссию, здесь возглавляет ее министр здравоохранения Гринасов Геннадий Николаевич. Вот, создали координационный совет. Я являюсь у него заместительным этого координационного совета, где непосредственно проходит конкурсный отбор, туда выезжает комиссия, смотрят, действительно ли там работают специалисты, соответствуют ли условия там нахождения. Да, это очень важно, конечно. Санитарные нормы, противопожарные. Там много всех этих моментов, нюансов. Вот, чтобы все это было в соответствии. Вот, например, сейчас, если у нас областной центр, просто там была комиссия, посмотрела, что да, действительно, там работают специалисты, там знающие люди, они давно уже работают. Он даже занимал первое место в Российской Федерации, этот центр наш, это где-то год 2006, по-моему. Вот. И, то есть, он известен в масштабах России. И поэтому то, что там где-то на заборах, на этих досках объявлениях клеят бесплатные грузчики или там вот лечим от алкоголизма, наркомании, все это шарлатаны самые настоящие. Поэтому есть вот наши сайты, туда заходите, там непосредственно мы даем непосредственно те центры, которые проверены и те, которые действительно оказывают помощь. И на этих сайтах всегда есть информация и по лечению, и по реабилитации. Понятно. Александр Николаевич, какую эффективность дают проводимые антинаркотические рейды? Во-первых, в каких заведениях они проводятся? Какие заведения в группе риска, где распространяются, употребляются нарковещества? И вот какой эффект от рейдов? Ну, эффект большой. Дело в том, что мы постоянно, на постоянной основе и по ночным клубам, где собирается молодежь, мы проводим рейды. Они вот как по сигналу проводятся? Или вот можете в любой зайти? Можем в любой зайти. Можем в любой зайти. И совместно с ГУМВД проводим, с прокуратурой вместе проводим такие рейды. Вот берем, даже подключаем собак, потому что там уже люди все совершеннолетние. И заходим, проводим рейды и действительно там находим, привлекаем к ответственности административной этих, кто употребляет. А если тем более поймаем на сбыте, то и к уголовной ответственности. А вот владельцам этих заведений что-то грозит? Нет или нет? Например, раз мы пришли, представление мы вынесли. Например, если там нашли мы несколько человек в состоянии наркотического опьянения, значит, они где-то у вас употребили наркотики. Даже вот сейчас, знаете, нет в перечне вот этой двоокиси азота, да, вот эти веселящие газы, шарики, которые опять сейчас, помните, у нас в Самару обошло стороной, как бы. Мы сразу провели предварительную эту работу и не допустили. В Саратове, в Ульяновске были, а в Самаре не было. А сейчас вот показали по телевидению, я сам смотрел эту передачу, в московских клубах опять начали распространять. Пока вот он опять тоже не будет в перечне наркотических вещей, двоокиси азота, да, вот так они будут там нюхать. Просто пока вот чисто вот к административной ответственности привлекает этих распространителей, а уголовная ответственность и наркоконтроль как бы пока не будет в перечне наркотических вещей. Ну, дай бог, мы проводим, да, и предупреждаем. А это везде же возле вот этих вот ночных клубов всеразличных, где собирается молодежь. Вы владельцы клуба, владельцы вот этих вот веселительных заведений, они приходят к нам, мы проводим с ними совещания, говорим, что не дай бог. Вот мы нашли, например, несколько человек, мы вынесли ему представление. Если в следующий раз найдем, то вплоть до закрытия. И они этого боятся. И там все ЧОПы, которые там непосредственно охраняют вот этих вот объектов, они все прекрасно понимают. И поэтому они, конечно, в первую очередь сами заинтересованы, чтобы не дай бог наркозбытчик какой-нибудь там пришел и начал распространять. Потому что это все серьезно, мы закрываем, и они знают об этом. У нас есть сюжет как раз по одному из таких рейдов, который проводился. Давайте его посмотрим, а потом продолжим разговор. В общественном месте находится. Вы что? Я трезвый вообще. Я вообще не пью. Зачем ты снимаешь свое? Убери свое. Потому что вызываешь себя видеть. Этот мужчина в Самаре проездом и в местных порядках еще не разобрался. Оттого по привычке и выпивал на глазах изумленных горожан, которые от таких картин начали уже отвыкать. В районе вот здесь, в Самарском, все тихо и спокойно. Живем, не жалуемся. Основная цель рейда, по словам силовиков, не наказать, а предотвратить. В патруль выходят и полицейские, и общественники. Добровольцы из народной дружины. Кирилл Сорокин зеленый жилет примерил больше месяца назад. Не ради любопытства. В этом есть какой-то гражданский долг, чтобы было спокойнее на улице. Меньше пьяниц, больше порядка. С начала этого года это уже пятый рейд. С любителями выпить в общественных местах проведено более 50 профилактических бесед. А тем, кто выбирает здоровый образ жизни, полицейские дарят майки и рюкзаки с надписью «Я выбрал жизнь без наркотиков». Обратится что? Вот еще одна важная тема, тоже она обозначена вот такой федеральной программе антинаркотической, рессоциализация. Вот что в нее входит? Как человек может вернуться в нормальную жизнь? Что вы в этом направлении можете, чем помочь? Что сделать? Для этого и под программой, в этой государственной программе принята именно реабилитация, рессоциализация. То есть человек, пошедший реабилитацию, находящийся в состоянии ремиссии. Ремиссия – это непосредственно та часть его жизни, когда он не употребляет наркотиков. Как говорят сами даже наркологи, что наркомания, она неизлечима. Просто вот этот вот пронежуток ремиссии… А можно так говорить с человеческой точки зрения? Ну а как? Чтобы, например, люди тоже надо им как-то пугать их в конце концов. А как по-другому? Потому что хочется надеяться, что вылечишься и будешь нормальным. Потому что он раз употребил, два употребил, три употребил, стал наркоманом. А потом там действительно это такая болезнь, которая засасывает, что очень трудно, она практически неизлечима. В общем, скрывать ничего не надо, надо говорить так, как есть. Надо говорить своими именами. А зачем нам мы будем скрывать? Чтобы знали люди и чтобы не употребляли. Так вот эта вот ремиссия, например, находится. То есть да, он год-два не употребляет наркотики. Мы должны ему вот непосредственно, вот мы здесь все и органы исполнительной власти, и мы федералы, да? Мы должны ему подумать, вот комиссионно собраться и подумать, найти ему ту же работу. Да. Потому что ведь он опять сунется и не может туда устроиться, и потом опять у него срыв. Вот они вот это легко. Почему ты стал употреблять наркотики? А я не мог устроиться на работу, там в семье у меня разлад. Ну, у каждого бывает в жизни. Правильно? Ну, это же не означает, что надо сразу употреблять наркотики. Есть, вон, пойди в спортивный зал. А какие возможности трудоустройства есть? Ну, сейчас непосредственно мы с Министерством труда, и обсуждаем эти, да? Вот сейчас непосредственно мы будем работать в этом направлении. Вот только вот создали этот координационный совет, сейчас будем смотреть, как помочь тому человеку, который оступился, прошел лечение, реабилитацию. Но будем помогать, в зависимости тоже от его специальности, смотря какой. Понятное дело, что где-то уже не возьмут его там авиадиспетчером, или летчиком, или машинистом тепловоза. Вот, и даже воителям могут не взять. Потому что, ну, нет, когда если он действительно, вот он там же вот в областном наркодиспансере, они каждый год проходят, отмечаются. Те, кто состоит на учете. И вот он находится, например, в ремиссии. Он приходит, сдает анализы по биосредам, там опять врачи-наркологи обследуют биосреды его, если действительно не находят наркотики. Потом он после пяти лет снимается с учета. Этот человек, понимаете, как бы, да. Но за ним все равно наблюдения врачи-наркологи проводят. С ним беседы проводят все различные. Вот, и мы должны ему помогать с трудоустройством, да. Ну, самое страшное, наверное, это все-таки дети, подростки и совсем молодые люди. Вот такие комиссии по делам несовершеннолетних проводятся. Какие направления, вот, что появляется после таких вот комиссий? Комиссии по делам несовершеннолетних вот сейчас прошло. И как это может быть помочь вот при решении вот этих вопросов? Вы знаете, даже вот сейчас вышло постановление правительства непосредственно, где мы вот пять человек рассмотрели на ближайшем заседании, которое на прошлой неделе, в пятницу было заседание комиссии. И мы пять человек рассмотрели те люди, которые где-то оступились. Нет, я не о наркотиках речь веду, а я имею в виду, были привлечены к уголовной административной ответственности и лишены, они, например, педагоги, спортсмены по образованию, да, и преподавали, например, спорт несовершеннолетним детям или там уроки вели физкультуры, да. И вот мы смотрим комиссионные, вот из этих пяти человек двоих одобили, троих мы не одобили, потому что... Ну, понятное дело, там, конечно, такие статьи, знаете, не какие-то там уголовные убийства, все прочее, таких, конечно, не допустят, а там действительно где-то дачный участок, там подрались они с соседями, ну, просто ушибы, ну, там даже по пять тысяч штрафов и той стороне, и этой стороне, а девушка, мастер спорта, известный, она говорит, да, я хотела бы преподавать, это вся моя жизнь, я с отличием закончил институт физкультуры. Ну, конечно, мы посмотрели и дали ей добро. Так вот и здесь мы тоже будем комиссионно все это рассматривать и предлагать ему работу через Министерство труда будем действовать, а тоже в этой комиссии, в Министерстве труда, в общем, где только не состоял, в каких комиссиях. Ну, вот индивидуально с ребенком работает, вот с несовершеннолетним, который вот уже улечен в употреблении нарковеществ, вот как работа такая проводится в индивидуальном порядке, не в общем и целом, что вот... Конечно, это специалисты работают, это специалисты, психологи. Есть у нас Центр Семья, этот Центр Семья еще давно у нас создала, еще когда министром здравоохранения была Галина Ивановна Гусарова, вот она создала, он, в общем-то, известен на всю страну, на всю Россию, Центр Семья. И вот через Центр Семьи там очень хорошие психологи, они вот с детьми ведут беседы, и вот, и, в общем-то, там действительно хороший эффект. Да. Это все, опять-таки, я говорю, есть на сайтах, заглянули на наши странички, там все номера телефонов, и можно прям выходить, и они всегда окажут, и ребенку проведут с ним беседу, и с родителями проведут беседу. Вот вопрос анонимности остается, вот не все рискуют афишировать вот то, что в семье произошло, или с тобой произошло, с маму позвонить, вот ты боишься уже, что-то тебя вот в этот омут с головой. Вот анонимность вот эта как-то сохраняется, или всегда нужно обозначать себе, что ты такой-то, такой-то? Анонимность, понятно, люди, например, боятся того, что, вот, например, задали вопрос, бесплатное лечение, да, с постановкой на учет. А если, значит, без постановки на учет, анонимно, платите деньги в частном порядке, лечитесь. И также здесь, ну, здесь там не собирается, есть врачебная тайна, этика, все это, да, наркологи никогда не будут там распространять. Вот это очень важно. Вот даже, например, вот в школе мы проводим социально-психологическое тестирование, да, ведь это же все добровольно, это же все на добровольной основе, потому что, ведь вы знаете, вот мы, например, сколько, 35 тысяч, по-моему, только за, в этом году школьников протестировано, да, и ведь где-то 20% отказываются, где-то получают 30... А, личное дело каждого. Спасибо, большое у нас время истекло, спасибо за такую полезную информацию, это очень все важно, полезно и жизненно необходимо. Спасибо вам за внимание, всего хорошего, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!